хотелось снять кое-что для вас это вот хорватские болельщики рисовали на мосту вот жгли лампы ну скажем так символ вукова башни вода как там сказать по-русски и но она была разбита во время войны в общем история этого там достаточно известна и вот они сделали такой вот штуку на новый наш праздник и на годовщину а я опять в городе не хотела вообще никуда ехать в общем то и обещала так оклятвенно в прошлом в прошлом видео но надо у нас такая ситуация в классе кроме больных детей ну просто заболевших там грипп и переохлаждение подтвердился диагноз у девочки но она скажем так не была опасна потому что неделю не была в школе на терапию заболела но подтвердился симптом уже у следующего ученика так интересно у него все были симптомы обычного гриппа и они на всякий случай сделали тест просто доктор тогда просто сделайте а у второго мальчика наоборот было сомнение на корону так вот у которого было сомнение не подтвердилась вся семья в порядке а у второго вот выявили и мы с сегодняшнего дня с понедельника мы сегодняшнего дня не можем естественно никуда ну с детьми смысле они сейчас дома должны сидеть и у нас пока по закону то что они в блин так не люблю перед людьми болтай так смотрит в общем запуталась по закону дети только у кого подтвержден диагноз они естественно сидят дома но весь класс поскольку были в контакте с таким человеком заболевшим они должны быть дома нам это послали специально мейлом как документ и в общем что получается родители идут на работу мы вот по своим делам дети сидят дома у них обучение теперь естественно дистанционное столько народу что-то в городе дистанционное обучение и вот нам пришлось сегодня всем связываться там через телефон и через планшеты больше не выставляют учебный материал просто на ну на youtube не скидывают как весной надо было регистрироваться на странице телевизия телек короче и чтобы мы могли смотреть или потом старые выпуски перематывать новые такие вот дела и сели мы делать уроки все там все связались все это трещит бухтит интернет там ломается у всех временно и получилось так что насколько каких вещей не хватает для обучения ну вернее развалились развалились это самое всякие там циркули хрени и вот мне придется сейчас это все закупить у нас в до четвертого класса дети в школе не пишут ручками пишут карандашами но такими техническими чтобы не точить чтобы грязь не развозить и сейчас я для школы прикуплю эти штучки и немного прогуляюсь тогда кое-что посмотрю блин в городе столько людей такое ощущение что это праздник какой-то 9 мая так ладно я в магазин пошла в магазин ну с товарами для школы для дома там циркули такие прям китай жестки думаю дашь ну недорогие сколько набор 10 15 20 куна но в итоге они факт что развалятся и неудобные частенько бывают у нас был хорош такой но какая-то запчасти вот реально где потерялась и в итоге пошла я в специальный магазин но там конечно циркули такие два очень простецких тоже очень смахивать на китайский совсем уж качество никакущие ну недорогие скажем так два сколько ну да два евро может три а уже получше там 40 кун один вообще такой за сотку ну думаю ладно слишком уж не буду я разоряться для школы и ручки технические эти также цены такие вот странные как-то ну нереальные немножко конечно но зато вроде как качество получше а я по пути раз уж там магазины все до кучи нашла какой-то платье длинное обычное плетеное кто знает хорватские магазины мана она считается вроде как тоже неплохое хотя столкнулась у них тоже с качеством таким просто жесть жесть и и ну за 100 куна в общем-то плетеное длинное платье нормально взяла на снижение и текстиль хороший в центре продают там труселя майки пижамы и для дочки майки есть по сколько там маски снижение по одному евро для детей майки ну меньше двух евро два евро максимум три ну классные они действительно такие прям и вестироваются и качественные и нитки не торчат ну в общем можно найти так вот по цене и качеству если пробежаться по всему городу все перекопать знакомые стоят на рынке продают но говорят максимум до нового года и закрывают до весны особо теплые вещи они не заказывали что могут сейчас распродадут и до свидания потому что как там дальше будет ограничение уже везде стоят в маленьких магазинах странно у одних вроде квадрата одинаковые одних пишет три можно покупателя у других один как высчитывая тоже непонятно и зашла в этот когда в консуме была смотрю парень который высчитывает посетителей заставляет всех ну руки обрабатывать но мне кажется если помню и сказал пришлось бы с ним поругаться потому что я не знаю что там за средства я им не доверяю у меня слишком сушит но в общем я предпочитаю с собой носители салфетки или свои спреи какие-то потому что магазины уже заметила что из хлорка частенько бывает заливает какую-то дрянь теперь что ну потратилась непланированно что ж поделаешь теперь немного прогуляюсь посмотрю что вообще в городе происходит воздух отдыхну и как всегда немного новостей наверное вспомнила что хотела еще рассказать вчера с родителями переписывались в группе но значит проверенная информация не просто где-то вычитала или кто-то бри окно все у кого подтвержден вирус и это кстати вот не только сейчас это и всегда и летом было и в общем то вот сейчас во вторую волну там месяц назад у кого подтверждено семья там или еще как-то в общем люди людей проверяют сидят ли они дома где они как они это не вот это вот через интернетом как-то проверки какие-то дополнительные просто приходит домой сейчас дверь смотрит там пересчитывает скажем так и ты как бы не можешь сказать но там отлучился куда-то пошел потому что по идее нельзя там не к соседям не к родственникам никому и как вот идет например у одних вот ребенок заболел и у них подтвердили у всех диагноз и они все 10 дней должны быть дома так же как и нас в 10 дней поставили карантин но например одного ребенка подтвердили у родители там что-то неясно не выявила по моему и они должны два раза по десять типа в таком плане что у них еще может появиться дополнительно и берут типа безопасный резерв скажем так времени ну я говорю чуть ли человек потому в туалете сидит тупо или купается и полицейские его будут стоять и ждать пока он выйдет да ну посмеялись и говорят анонтики тоже как бы особо не напрягают просто там заходят смотрит да вы дома и все вот поэтому я прекрасный день погода но я поехала в город сама все порешает прикупить и ребенка вот нельзя не где таскать тягать ну и вообще лучше конечно же с ней не мотаться по магазинам ну по-моему это уже мои последние затраты мои последние забеги такие тряпки шмотки бабочка пролетела у нас декабрь все мы уходим в подполье наверное скоро